И хочу сделать вам несколько очень важных рекомендаций, которые желательно придерживаться для того, чтобы не было каких-то у вас проблем, да, вот, потому что люди очень часто, на самом деле, то, что мы видим, привыкли многие довольно-таки халатно относиться к чему-то. Ну, подумаешь, там, проект, там, компания, я зарегистрировался, как зарегистрировался, не важно, вы знаете, что у нас в Либертадже проходит верификация, если кто-то при регистрации делал какую-то ошибку, то обязательно потом придется писать в саппорт, да, и ждать исправления и так дальше, да, вот, или многие там нужно заполнить форму на карту. Вы знаете, вот, как мне одна новичок очень хорошо сказала, мне она говорит, как хорошо, что, вот, многие партнеры здесь в Либертадже научатся порядку, порядку, как правильно, ну, то есть, как не ошибаться, да, как бы, как самим не ошибаться, когда мы что-то заполняем, какие-то формы, какие-то документы, работаем с каким-то документом и так дальше. То есть, действительно, здесь вот надо все правильно делать, чтобы потом поговорить, ну, не было никаких моментов, не приходилось лишние письма писать на компанию. Итак, первое, первое, о чем я хочу сегодня сказать, мы уже об этом говорили, да, но есть один момент, который обязательно сегодня я вам еще раз объявлю. Значит, у нас вся информация по компанию находится на сайте libertagia.jimbo.com. Это не сайт компании, это партнерский сайт нашей команды, СНГовской команды, там есть все рекомендации. Замечательная женщина, Ольга Ульянова, вызвалась сделать сайт для нашей команды, друзья. Сайт очень с хорошими рекомендациями, там настолько подробно все написано, что если у кого-то какие-то есть вопросы, все инструкции, вы обязательно найдете на этом сайте. Очень полезный сайт, там нет никаких ссылок, ничего, вы спокойно можете новичкам его давать, не переживайте, никуда они не проходят. Это раз. Второе. Сайт Воронка, который у нас был раньше командным, да, по стечению обстоятельств, потому что так захотел сам, ну, руководитель этого сайта, да, он сейчас, нужно было все время что-то платить, честно говоря, да, вот. И есть моменты такие, что было принято решение, что мы будем переходить на другой сайт. Находится этот сайт Либертаджио про частных руках на сегодняшний день. И мы видим, есть на Кликмастере, есть рекламка разная по этому вопросу, да, и происходит собирание денег. Так вот, собирание денег этого сайта не имеет никакого отношения к команде Либертаджио. Делайте выводы, принимайте правильное решение и, если вы хотите, чтобы ваши новички работали нормально в Либертаджио, пожалуйста, ищите информацию на командном сайте libertadjajimba.com. Это раз. Во-вторых, всем обязательно изучить правила вывода денег и следовать рекомендации. Правила нам давала уже Мара Петрова в переводе. Правила в переводе, если себе поставите переводчик в Google, там все будет понятно. Они есть в разделе возграфт, там вы это читаете, если вы там пробуете ставить на вывод. Я думаю, что это нет смысла сейчас их повторять. Я хочу более важные вещи вам сказать, потому что многие по-своему что-либо понимают. Значит, если вы делаете трансфер, я специально эти слайды написала словами всех. Я знаю, что у нас есть глухонимая группа, и для того, чтобы они могли эту школу пройти по слайдам, они смогут на слайдах просто все прочитать. Значит, если трансфер или еще какое-то другое движение у вас было на аккаунте, например, 5 января, то на вывод лучше ставить через месяц, то есть 6 февраля. И ничего не делать, пока не получишь деньги, да? То есть, если вы начнете какие-то туда-сюда, например, инвуисы платить и так дальше, это будет считаться как вывод, то есть вы можете тогда иметь отклоненный трансфер на вывод. Кроме того, это правила, друзья, их нужно придерживаться. Кроме того, данные должны быть свежими, то есть, когда вы хотите заказать карту, хотите заказать вывод, все делаете не тогда, когда уже вы его сделали, эту операцию, а тогда, когда вы только хотите это делать. Документы свежие, не больше трех месяцев. Загружайте, проверяйте профили, заполнение профиля, адреса должно совпадать с документами. То есть, не может быть адрес в профиле и документы разные, да? То есть, если квитанция там на адрес. Значит, плюс, друзья, очень часто люди меняют в бэк-офисе, а забыли про ОСАД. Значит, вы же уже, многие те, которые уже заказали карты, например, сейчас на вывод ставят. В бэк-офисе одно, в ОСАД и другое, да? Не совпадает, потом могут быть, так сказать, вопросы, да? Поэтому документы в бэк-офисе и документы в вашем ОСАД должны полностью совпадать, да? Загружаем одни и те же документы, потому что было уже наблюдение, я лично видела на своих глазах, как в бэк-офисе одни документы загружены, а в ОСАД загружены совершенно другой файл, например. Просто не тот файл женщина загрузила, да? Когда делала форму, и там черно-белые, например, и еще какой-то файл. То есть, документы, во-первых, должны быть цветные, и там, и там. Черно-белые не пройдут. При выводах вы будьте внимательны. То есть, очень важно, чтобы у вас был порядок с документами. Дальше. Сейчас, минутку. Прокрутится файл. Значит, примерно так правильно, например, да? Чтобы вы понимали еще раз, да? Если на карту поступили деньги 6 февраля, они вам уже пришли на карту. То есть, не стоят в анализе, друзья, а вы видите, уже их на карте перечислены. Там 400 с чем-то евро. То, если эти деньги уже есть 6 февраля у вас, вы можете 7 февраля, понятно, уже можете делать операции в аккаунте. То есть, вы можете уже делать трансферы, инвойсы. Но при этом, при следующем выводе уже денег, когда вы в следующий раз захотите поставить, нужно учитывать даты этих трансферов инвойсов. То есть, если 8 февраля сделаем трансфер, например, да? Это чисто пример. То есть, вы получили деньги, к примеру, 6 февраля. 7-го ничего, может быть, не делали. 8-го сделали трансфер. 9-го какому-то партнеру продали, да, часть денег. 9-го вы можете сделать инвойс, оплатить там чей-то пакет. 10-го февраля вы, например, заплатили за кликмастер, да? Это тоже считается как-то наличка. Поэтому, следующий вывод мы можем ставить только 11-го марта. То есть, 10-е февраля, 10-е марта – это месяц, 11-го марта, если не было там никаких перекидок, больше ничего не было, мы сможем поставить деньги на вывод. Будьте внимательны, друзья. Правила есть, их нужно выдерживать. Следующее. Если вы уже поставили свежие документы, очень внимательно, сделали правильно профиль в Либертадже и сверили со САПом, пожалуйста, больше не трогайте ничего в профиле. Здесь имею в виду, чтобы каждый раз не нажимали, когда не надо, на кнопку в профиле «Сейф», когда мы меняем что-либо, да? Есть такие люди, которые каждый день чуть ли не заходят на свой профиль, посмотрели, вместо того, чтобы нажать на крестик сверху, нажали на кнопочку «Сейф». Нажать на эту кнопку – это получается, что будто вы внесли изменения. То есть будете при следующем выводе, например, будете ждать проверки документов, это будет больше, друзья. Поэтому просто так, на эту кнопочку «Сейф», если мы ничего не меняем в профиле и в документах, нажимать не нужно. Дальше. Был вопрос у многих, если, например, человек хочет заказать карту «Либертаджа», сейчас там эта опция была отключена, да? Вот. Ждите, попробуйте, если опция отключена, делайте, как мы сделали раньше, да? Но если вдруг, сейчас опция будет отключена, ну, она еще отключена, в принципе, сегодня была. Если кому-то нужно заказать карту «Либертаджа», не паниковать, все это делается, мы спрашивали президента, делается через Джигнераду, да? Можете зайти, «Финансы», в раздел «Payment Options». Здесь данные для оплаты карты по банку. Здесь все написано. Номер счета, как называется организация, да? Джигнерадо, ампрессиал и так дальше. Банк какой? Свифт-код, да? Паштовый код, то есть как адрес сюда идет. Вот. Адреса здесь нету, кстати, но не во всех банкингах нужен адрес. Если нужно, будет мы отдельно подадим еще адрес. Значит, оплачиваем, оплачиваем карту, да? Стоимость карты мы видим в бук-офисе. Скрин оплаты делаем, отправляем в поддержку и на почту «Payment Card Libertad GioFond». То есть эта оплата касается карты. Не забываем указать, не просто там прикрепить. Значит, пишем четко фамилия, имя, никмин, электронную почту, то есть данные бук-офиса, на которые мы заказываем карты. Хочу обратить внимание, потому что здесь вот это «Payment Libertad GioCard», а здесь в самом, вот когда вы заходите сюда на страничку, внизу здесь «Pay» видите GioCard Mirada. Значит, этот «Pay» GioCard Mirada касается чуть-чуть другого. Вообще-то изначально «Payment Options» были нам даны для того, чтобы мы оплачивали, когда у нас идет второй год, чтобы мы оплачивали свои пакеты на второй год, да? по этим банковским данным. Поэтому, если это оплата пакета на второй год по банку, тогда вам нужно писать на тот адрес, который здесь в «Pay Libertad Mirada». Но если вы воспользуетесь этим счетом для заказа карты, то вы пишете письмо в поддержку и на почту «Payment Hard», потому что это оплата именно карты, а не пакета. Будьте внимательны. Дальше. Так. Пишем в тикете. Если мы, например, сейчас те люди, которые самостоятельно привязывали свои карты к другим бек-офисам, не к тем, на которые они заказывали, значит, по этому вопросу вы получите ответ в понедельник в сторону пилидинга, да? Точно. Потому что этот момент очень важный еще. Мы уточняем. А те люди, которые будут получать сейчас свои карты, и если вдруг человек захочет эту карту, которую он получит, привязать к другому аккаунту, нужно будет написать письмо и прикрепить к декларации. Повторяю, те, которые уже это делали, пока ничего не делали. Это касается только тех, которым потом придут карты, и если вдруг они захотят перепривязать карту к другому аккаунту. Значит, в письме не расписываем, пишем просто письмо. Здравствуйте, например, я Рита Иванова, там, или Алла Петрова, несущественно. Прошу сменить привязку моей карты Либертаджи к декларации при Нагале. И в декларации, текст декларации, декларация не такая, как мы меняем данные личные, например, паспортные или какие. Декларация просто в вольной форме, пишется, я, например, Елена Либко, там, или кто-то еще, номер документа, то есть, видите, здесь написано 1, 2, 3, 4, 5, то есть, здесь пишем паспорт, серия и номер. Прошу сменить привязку карты, номер которой, номер карты пишем, сняв ее с аккаунта с ником, пишем ник, пишем электронную почту этого аккаунта, и перевести на аккаунт с ником таким-то, с электронной почтой какой-то. Четко, с какого аккаунта мы карту снимаем, и на какой аккаунт мы карту привязываем. Это будет в декларации. Вот это предложение, одно предложение будет в декларации, но в этом предложении все четко описано. Потом, к этому письму, во-первых, эту декларацию нужно будет распечатать, подписать своей рукой, нормальной синей пастой, друзья, и отсканировать. И к письму, где вы пишете, что прошу сменить привязку новой карты, прикрепляете эту подписанную своей рукой декларацию и паспорт. В декларации тоже копируете, ну, саму декларацию, да, вот картинку паспорта скопируете, обязательно тоже надо. Все. То есть это то, что касается, но еще раз повторяю, это когда в будущем вы будете получать карту, да, вот, и вдруг вы надумаете ее привязать не туда. Значит, друзья, надеюсь, что в других вопросах до того, как нам объявят новости компания, я думаю, что основные вопросы были озвучены, да, а все остальные вопросы у вас уже просто отходят, когда все, ну, до конца новости услышим. На сегодня я благодарю всех за внимание, желаю всем успеха, хорошего настроения, конечно же, терпения, друзья, терпения, потому что компания у нас развивается, и сейчас, конечно, я думаю, что когда услышим уже полностью новости, уже никаких абсолютно не будет лишних вопросов, это говорить. Счастья, удачи, успехов, всего самого, самого хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok